Это сверхъестественно Я не верю в крещение Святым Духом, но скажу вам, что когда Бог сверхъестественным образом вошел в меня, у меня появилась сила преодолевать трудности и подчинять себе различные моменты моей жизни Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно Первое собрание еврейских верующих было воистину сверхъестественным, но казалось, что мы что-то забыли А забыли мы обо всем величии сверхъестественного Мы могли бы взять на собой платок у одного из первых верующих, и вы бы исцелились Что же произошло? Почему же дверь в сверхъестественное была буквально заблокирована? Я могу вам сказать, в чем дело Это произошло, когда первые еврейские верующие испытали Пятидесятницу, или Шевуот, когда пролился Дух Божий, и они заговорили на сверхъестественных языках Сегодня неведомые языки или сверхъестественные языки спрятали в кладовку А в некоторых церквях с ними даже не считаются, но они ведь являются дверью в сверхъестественное Как еврея, который не признавал Мессию, но побывал на нескольких встречах, где люди говорили на сверхъестественных языках Которым их никто не учил Это заинтриговало меня больше всего Помню, как я сказал Могу и я их услышать Но я хочу услышать, как они звучат Мне это показалось тайной Это напомнило мне о еврейских священных книгах, где говорилось, что евреям нужен знак Хоть я и не понимал этих языков, мне кажется великим знаком, когда кто-то говорит на каком-то языке, а затем кто-то его понимает Это великий знак Я не понимал этот язык, но я знал, что человек, говорящий на этом языке, никогда не учил его Мне это показалось похожим на язык, я был просто восхищен этим Поэтому, когда я стал верующим, меня тут же наполнило Святым Духом Я начал говорить на сверхъестественных языках Я говорил на них где-то по часу в день Я не понимал, как это было важно Если бы я понимал, как это было важно, я бы говорил на них по 3, 4, 5, 6 часов в день Постепенно я перестал делать это так часто Я продолжал говорить на сверхъестественных языках, но перестал делать это так часто Когда я посмотрел на свою жизнь с момента, когда я стал верующим и увидел то прекрасное, что Бог сделал для меня Мне был дан ключ Дверь же открылась, когда я брал интервью у Глена Аркеон Аркеон, он сказал, что когда вы молитесь на сверхъестественных языках, вы действительно предсказываете свое будущее Говорить на сверхъестественных языках и предсказать свое будущее было очень важно для меня Почему? Во-первых, потому что это мое замечательное будущее, которое для меня уготовил Бог Это не моя идея, что этого хочет Бог Это Бог передавал мне мое будущее на сверхъестественном языке И тут совершенно неожиданно в одной газете появилась статья обо мне Я появился на первой полосе главной газеты Вашингтона Тогда я еще даже целиком не прочел Библию Единственной вещью, которая меня поддерживала, был мой становящийся дух Я предсказывал себе будущее, говоря на сверхъестественном языке Кэтрин Кульман, у которой тогда был самый большой приход, где исцелялись люди, услышала обо мне и помогла мне попасть на национальное телевидение Но я попал в среду полного Евангелия Я верю, что это произошло благодаря тому, что я предсказывал свое будущее истинными молитвами, истинной верой Почему? Не могу сказать точно Это очень сложно сделать Затем я вместе с группой еврейских верующих основал первый мессианский еврейский приход в Северной Америке Я ничего не сознавал Я даже не хотел этого делать Но поскольку я сам это предсказал, мне пришлось в это ввязаться Буквально ввязаться Я помню это во всех деталях Потом, когда я попал на радио, все произошло почти так же Я предсказал, что в будущем буду выступать по радио И вспомнил, что один мой приятель приглашал меня на радиопрограмму Я не хотел этого делать, но он настоял на том, чтобы я стал диктором у него на радио Я начал заниматься этой жалкой работенкой Я не хотел сидеть у микрофона Это было последней вещью, которой я хотел заниматься Но я ввязался в это Я не мечтал этим заниматься, но ввязался в это Потом я попал на телевидение Я не хотел работать на телевидении Мне позвонили и сказали Здравствуйте, мы только что вложили 25 тысяч долларов в студию XYZ для вашей телепрограммы Прежде чем я смог сказать что-то этому человеку Что у меня нет телепрограммы Или еще что-то Меня уже зарегистрировали Я начал вести мою первую телепрограмму Я уверен, что говоря на сверхъестественных языках Вы не предсказываете свое будущее А освобождаете путь для своего будущего Но вы не просто освобождаете путь для своего будущего Вы избавляетесь от таких ловушек, как болезни, бедность или проблемы в семье Знаете ли, Бог знает будущее Когда вы молитесь на сверхъестественных языках Вы прокладываете путь для него Вы буквально открываете дорогу в свое будущее Когда я вернусь в эфир Ко мне присоединится сопродюсер программы Это сверхъестественно И вы узнаете, что она тоже еврейская верующая в Мессию Ее зовут Дженни Дюваль Она делала предсказания на сверхъестественных языках Для своей матери, которая не была верующей И вы будете удивлены Узнав, что должна была сказать ее мать Когда она говорила на этих языках Оставайтесь с нами Мы вернемся в студию через несколько мгновений И узнаем, о чем же говорят наши иные языки Молитесь Духу Бог неспроста дал нам этот дар Научившись им пользоваться, я стал молиться Духу Я стал получать откровения и понимать их Это сверхъестественно Крещение Святым Духом открыло для меня путь к сверхъестественному Здравствуйте, с вами Сидрот и Дженни Дюваль Дженни, сопродюсер программы Это сверхъестественно Прошлое у Дженни практически такое же, как и у меня Мы обратились к Господу где-то в одно время Мы оба из еврейской среды А еще, Дженни, вы прочли одну книгу, которую я прочел в начале 70-х Это была книга Джона Шеррелла Они говорят на других языках Это просто замечательная книга Тогда она была своего рода бестселлером Каждый, кто говорил на сверхъестественных языках, считался новым верующим Все движение, я имею в виду харизматическое движение, читало эту книгу Но один парень очень скептически относился ко всему этому Он считал, что эти языки это всего лишь какая-то тарабарщина Он взял магнитофон и записал эти языки Затем он отправился в лингвистическую лабораторию одного из университетов И отдал запись экспертам Они изучали семантику и могли сказать, языки это или нет Они послушали эти языки и сказали Благодаря законам семантики мы поняли, что это очень древние языки Но это настоящие языки Это не какая-то тарабарщина Меня впечатлило также, что Дженни Дзюбаль сделала подобный эксперимент Она не рассказывала мне об этом Пока ее эксперимент не был завершен Она записала то ли на магнитофон, то ли на диск Как она молится на неведомых языках А что вы сделали потом, Дженни? Я записала три минуты своей молитвы Затем мы заключили контракт с целой кучей американских университетов А также со многими экспертами по языку и лингвистике Но мы ничего им не сказали Мы просто сказали им Послушайте, пожалуйста, это И скажите, что это Я еврейка, живущая в Нью-Йорке У меня французская фамилия, но она досталась мне от мужа Я не француженка Но на этих записях была моя молитва на сверхъестественных языках И вот что сказали некоторые профессора Они сказали Человек, который это говорил, определенно француз Некоторые из них сказали именно так Один из них сказал, что манера говорения Очень похожа на манеру говорения людей Для которых французский является родным языком И в первую очередь он решил так из-за звучания речи Родным языком этого профессора тоже был французский Другой же профессор сказал, что он считает, что это старо-французский язык Один из средневековых языков Он добавил, что это, возможно, провансальский язык Вы знаете, что я не сказала никому, что это было в действительности? Далее меня ждал сюрприз Меня заинтересовало, что это за провансальский язык И я посмотрела в словаре Это был язык небольшой группы людей во Франции Ныне это мертвый язык На нем говорили в 1300-х годах И знаете что? Это был язык еврейской общины во Франции в 14-м веке Это просто супер информация Но я расскажу вам более захватывающую новость Несколько ученых исследовали мозг людей, говорящих на сверхъестественных языках Речевой центр, насколько я знаю от нескольких людей, у которых я брал интервью, находился в лобной доле Что же еще выяснили эти исследования, Дженни, про лобную долю и так далее? Доктор Эндрю Ньюберг, ученый, сказал, что все происходит в лобной доле Когда мы говорим на языке, который мы знаем, у нас активируется лобная доля мозга Но в тех исследованиях, что он провел с людьми, которые говорили на сверхъестественных языках Там не было никакой активности То есть это исходит не из мозга Это исходит из вашей души Вот еще одна интересная история Я сам провел подобный эксперимент Дженни и я практически одновременно провели эти эксперименты Но матери Дженни на Йом-Кипур, ее мать-еврейка Так вот, на Йом-Кипур, день искупления Ее матери явился Иисус И что же потом произошло, Дженни? Иисус явился моей маме на Йом-Кипур за несколько лет до моего рождения Но, будучи еврейкой, она рассердилась на него Она сказала, я не вижу тебя Я подумала, как можно сердиться на него, когда он является тебе Но она сказала, я не вижу тебя, я еврейка Внутри она верила, но... Итак, после того, как стала верующей Дженни, как-то пришла домой Почему вы вдруг стали говорить на сверхъестественном языке со своей матерью? Вы же знали, что она не поймет этого? Знаете, я подумала, что моей матери стоило это услышать Моя мама была экспертом по романским языкам Она никогда не говорила на них дома, но она знала французский, итальянский, латинский, испанский Услышав эти сверхъестественные языки в первый раз, я решила, что это целая группа языков Я сказала своей маме, мама, послушай меня и скажи, что это Мою мать это просто взбесила Она сказала, ты говоришь на латинском, а еще я слышу французский, итальянский Ты говоришь, что Иисус скоро вернется Благодарите Иисуса Пойте Ему Вот что звучало в моей речи У меня тоже есть удивительная история, которая перекликается с тем, что говорит Женя Когда я получил дар говорить на сверхъестественном языке, я ничего не ощущал Ничего не слышал Я говорил благодаря вере Мне посоветовал это один человек Я верил, что он знал, о чем он говорил Поэтому и я тоже вскоре смогу понимать этот язык Я был словно дитя Я верил словно дитя Если бы мне сказали, что я могу петь или ходить по воде, я бы пошел по воде И я практически сразу же после этого высказал на своем языке мысль, которая пришла мне на ум У меня получилось Говоря на своем сверхъестественном языке, я ощущал себя человеком с двоящимися мыслями, как это назвал Иаков Примерно в это же время один ортодоксальный еврей-раввин стал верующим в Иисуса Я разговаривал с ним, и тут к нам подошла женщина, ожидавшая ребенка, которой врач сказал, что ребенок внутри нее мертв Она подошла ко мне, поскольку я был новообращенным верующим, и попросила Помолитесь о том, чтобы мой малыш ожил Я ничего не знал тогда Мне это показалось довольно трудной задачей Я решил, что надо молиться об этом на своем сверхъестественном языке, и помолился Когда она ушла, раввин сказал мне Вы только что говорили на древнееврейском, где вы его учили? Я сказал, Рэбе, мои знания еврейского ограничиваются словами, нужными для бармитсвы Я умею читать, но слов я знаю не очень много И тогда раввин сказал мне Сид, вы сказали ей, что ребенок будет с Богом Отцом и обретет вечный покой Дженни, скажу вам, я никогда больше не сомневался В сомнении это нехорошо Потому что все это должно идти от веры Мы вернемся через несколько мгновений И принесем вам немного удивительной гармонии А именно, целую симфонию группы людей, молящихся на сверхъестественных языках Которую никто никогда еще не слышал Оставайтесь с нами Когда я ощутил крещение Святым Духом, в моей жизни произошли радикальные перемены С вами Сидрот и Дженни Дюваль Сегодня мы говорим о сверхъестественных языках Я верю, что Бог вновь одарит нас этим даром, чтобы продемонстрировать великое движение Божьего Духа Когда я изучал истории великих мужчин и женщин, о Боге Я кое-что упустил, но это кое-что зафиксировано Дженни, они все говорили на сверхъестественных языках Был один одноглазый, необразованный афроамериканец, который возглавил пробуждение на Азуза-стрит Вы можете себе представить такого человека? Кстати, его звали Уильям Сеймур Многие люди этого не знают Если бы вы пришли на эту службу, то первое, что бы вам бросилось в глаза, это сидящий человек с коробкой на голове Вы бы не смогли увидеть его лица Наверное, вы бы убежали с такой службы Но знаете, что он делал? Он молился на сверхъестественных языках и не снимал коробку до тех пор, пока Бог не говорил ему, что делать Вот так он действовал Но вы знаете, не только он говорил на сверхъестественных языках, а также Джон Лейк и Смит Викклсворт Это был их ключ к совершению чудес А еще я спрашивала всех ваших гостей, которые у вас недавно были, скажем, за последний год Я спрашивала их, в чем ваш секрет? Как вам удается видеть ангелов? Как вам удается переноситься на небеса? Как вам удается видеть ответы на ваши молитвы? Как вам удается истылить так много людей? Мне отвечали, я долго молился на сверхъестественных языках, и вот мой ключ Вы знаете, что это и есть ключ Но у многих людей, которые молятся на сверхъестественных языках, ничего не получается Причина заключается в том, что когда вы молитесь на сверхъестественных языках Вы позволяете Святому Духу менять вас. Вы позволяете Ему проливаться сверхъестественной любовью. Я слышал, что все содействует ко благу. Это цитата из восьмой главы послания к римлянам. Но полная строка звучит так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть речь идет о сверхъестественных языках. Вот моя любимая история, связанная с этими языками. Когда-то я проводил у себя дома уроки по изучению Библии. И к нам присоединилась одна филиппинка. Она была прямо наполнена Духом. Она любила Бога и стала приводить с собой своего мужа. Ее муж был очень консервативных взглядов. Он вырос в католической семье. Он сидел, сложив руки. Он был доктор медицинских наук. Вообще-то он был профессор медицинских наук в Ховардском университете. Но он верил в Бога. Вы можете себе представить. Как-то на одном из служений я положил руку ему на плечом. «Дженни, потом я заговорил на сверхъестественном языке. Вы бы видели выражение его лица? Сначала он посмотрел на меня, потом на свою жену, потом снова на меня. Первое, что он подумал, «Это моя жена научила Сида молиться на филиппинском». Затем он подумал, «Нет, она не могла этого сделать, потому что не знает моего диалекта. Ведь на Филиппинах 40 различных диалектов». Я заговорил именно на том диалекте, на котором говорил он. Я сказал, «Ты должен покаяться в своих грехах и повериться в Мессию». Это и побудило этого опытного доктора покаяться в своих грехах и встретиться с Господом. Давайте я расскажу вам, как это произошло. Тогда я жил в Вашингтоне и ездил по делам в Джорджтаун. Ведь именно туда студенты колледжа ездили развлекаться на выходные. Я раздавал там записи о Мессии. Как-то я спросил того доктора, «Доктор Сизар, хотите поехать со мной?» Он ответил, «Да, мне это очень интересно». Он стал раздавать там записи, и к нему подошло несколько студентов из его университета. Они спросили, «Доктор Сантос, а вы что здесь делаете?» Он ответил, «Я рассказываю об Иисусе». Недавно я встретил его жену, и она сказала мне, что он уже на небесах. Она сказала также, что самым счастливым периодом их брака был тот, когда он изменился ради Мессии. Все это случилось из-за того, что я проявил хуцпу. Это еврейское слово. Я проявил дерзновение, заговорив на сверхъестественном языке. Расскажите о подобном случае в вашей жизни. Вы знаете, часто получается так, что каждый раз говоришь на разных языках. Иногда по-еврейски, иногда по-арамейски, иногда даже по-китайски. Но в одной церкви я заговорила на французском. Одна женщина привела на службу человека, который не верил в Иисуса. Но он услышал мои слова на сверхъестественном языке, который звучал как французский. И он знал, что я не говорила по-французски. Та женщина сказала ему об этом. Он услышал следующее. «Приди ко мне. Пожалуйста, ответь. Пожалуйста, ответь». Так он поверил в Иисуса. Я верю, что одна из причин, почему Бог хочет возродить эти сверхъестественные языки, заключается в том, что они являются просто чудесным знамением для еврейского народа. А еврейскому народу нужно знамение. Поэтому сверхъестественные языки возрождаются сегодня. А еще они являются дверью в сверхъестественное. И даром? Да, даром духа. Это ведь ваша идея, Дженни. Это вы предложили. Давайте сбризим наши церкви и организуем особую встречу. Расскажите об этом. Мы пригласили целую кучу людей. Мы просто сказали, приводите тех, кто голоден, тех, кто хочет ощутить Божью силу и говорить на сверхъестественных языках. Мы не знали, что из этого выйдет. Я, кстати, немного нервничал тогда. Я знаю. Обычно, когда мы говорим, если вы не говорите на сверхъестественных языках, но хотите этому научиться, выходите к нам. На этот призыв откликались человека два. Когда я в тот вечер приехал на парковку, я был шокирован тем, сколько там было машин. Зал был набит битком. А когда вы в конце концов попросили выйти к вам людей, которые хотят говорить на сверхъестественном языке, к вам вышли и старики, и молодежь. Среди них была одна пара. Вызвался муж. Они спорили по поводу сверхъестественных языков уже 20 лет. Он подумал, зачем нужно было спорить. Тем вечером он научился говорить на сверхъестественных языках. И все остальные тоже. И дети, и старики. А еще там была женщина, выросшая в католической среде. Ее привела туда ее дочка. И всю дорогу она говорила своей матери, я хочу, чтобы ты помолилась на сверхъестественных языках. А мать всю дорогу говорила ей в ответ, я не верю в эту чепуху. Я даже не знаю, зачем я туда еду, но я схожу на эту встречу. И знаете что? Она вышла и заговорила на самом прекрасном из языков. Теперь она говорит всем, вы должны. Она должна быть еврейка и не знает этого. Она говорит, вы все должны говорить на сверхъестественных языках. Дженни, давайте вернемся немного назад. Итак, вы пришли к своей маме-еврейке, которая теперь уже признала Иисуса Мессией, и сказали, мама, я хочу, чтобы ты послушала этот язык. Ее мать решила, что это знамение, и уверовала в Мессию. Я хочу, чтобы вы поговорили на сверхъестественном языке, как тогда, когда вы обратились к вашей маме. Пожалуйста, помолитесь сейчас, Дженни. Я не говорю по-французски, но должен вам сказать, что этот язык кажется мне похожим на французский. На этой встрече, после того, как каждый обрел свой язык, мы начали петь. Как это звучало? Это было похоже на пение ангелов. Я хочу, чтобы и вы послушали, как это звучало. Субтитры создавал DimaTorzok